В Вашингтоне, естественно, паника. Это человек слишком крупный для того, чтобы отвечать на то, что там решила горстка гахских городских сумасшедших. Мы даже немножко вам завидуем. Мы тогда наносим удар и по кому, почему. Привет, друзья, я Григорий Герман. Как там писал русский поэт и купец Александр Васильевич Кольцов? «Раззудись плечо, размахнись рука, зажужжи скальпель, как пчелиный рой, молоней скальпель, засверкай кругом, зашуми ты ложь подкошенная». Ну, он немного не так писал, но уж извините, какие времена, такие и стихи. Много за прошедшую неделю они наворотили, наврали, напридумывали. «Стеной встала ложь, травяная, заслоняя правду». А если горизонт ложью и вымыслами заслонен, ориентиров нет. И вот уже целая огромная страна несется, закусив у дела, сквозь ложь прямо в пропасть. Несется, глаза у всех круглые, сумасшедшие, на выкате, прям как у Олюшки Скобелева. Ну вот да, примерно вот так вот. В голове одно – нацисты, НАТО, признание Америки, Москва-Швея, примус, пивная, еще парочку, пивная, еще парочку. Буржуи! Буржуи! Не толкайся, подлец! Слезай с подножки! Ага. Целая страна Шариковых, а не Российская Федерация. Но на этой неделе в приведенный выше вербальный ряд, вот это Москва-Швея, пивная, еще парочку, добавилась еще одна фраза или словосочетание – обедненный уран. Началось это после того, как Британия официально заявила, что танки Челленджер-2, напомню, на сегодняшний день это самые защищенные танки в мире, придут на службу в ВСУ не только с уже обученными украинскими экипажами, вот цельными юнитами, совсем необходимым, но и со специальными снарядами, которые способны все рашистские танки пробивать, как Шевченко в 99-м году пробил Филимонова на Лужниках, помните? Снарядами со штырем из обедненного урана. Исходя вот из этого и появились вот эти бронебойно-подкалиберные снаряды с сердечником из обедненного урана. Надо прямо сказать, что там ни одного, ни одного там грамма взрывчатого вещества в этом снаряде нет. Опять-таки, на Западе заявляют, что боевое применение этих снарядов не запрещено ни одним документом, ни одной международной конференцией, но это действительно так, оно не запрещено, но тем не менее, тем не менее, этот снаряд обладает и токсичными свойствами, и канцерогенными. Ну куда ж деться от свойств и качеств урана? Он оказывает влияние на здоровье как экипажа, применяющего эти боеприпасы, так и на состояние местности, здоровье населения, проживающего на этой местности. Это факты, от которых, как говорится, никуда не деться. Ну вот тут на приличного вроде бы деда нашла проруха. Токсичными эти снаряды становятся, если их облизывать каждое утро вместо чистки зубов, ну как обязательный ритуал. А фон они дают примерно такой же, как естественный радиационный фон. Ну, во всяком случае, так говорят исследования и опыт применения в течение, считайте, уже десятилетий. Так что опасные эти снаряды будут только бурятам и прочим представителям тех народов, которых рашистские империалисты будут отправлять на территорию Украины и сажать здесь в танки. Кстати, если сажать будут в Т-55 или Т-54, одним таким снарядом можно будет умиротворить сразу два комплекта освободителей, если танки будут стоять один за другим. Такая вот полезная штука. Ну и в любом случае, рашистский танк для украинской экологии и здоровья наших людей несет намного больше вреда, чем снаряд с обедненным ураном. И русские об этом прекрасно знают, потому что сами такие снаряды используют. Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд «Бобс-Свинец-2». Загуглите и откройте для себя удивительный мир русской наглой лжи. Хотя для них это же всего лишь повод снова заняться любимым делом – маханием кулачка с грозным видом. Значит, на сегодняшний день на Украине, на украинском пространстве, прошу, и на бывшем украинском пространстве конфликт идет в массе своей на российской территории. А значит, снаряды с обедненным ураном будут применяться на российской территории. А значит, это применение британцами и ядерного оружия против Российской Федерации. Пусть небольшим заражением, но тем не менее ядерным. Это оружие, они могут не считать как угодно. Это ядерное заражение нашей территории. После этого Российская Федерация имеет право на альтернативные варианты воздействия. Как на Великобританию, так и на то, что остается от Украины сейчас. А что такое альтернативные варианты воздействия на Великобританию? Расшифруйте, да, расшифруйте. А если уничтожение британской инфраструктуры как минимум за пределами Великобритании? То есть Россия начнет ядерный конфликт с Российской Федерацией и Украиной. Это не ядерный конфликт. Это ядерный конфликт, заражение нашей территории. Не, ну вот этот вот гном-клоун, внебрачный сын попугая и павлина, может кому угодно и чем угодно угрожать. Хоть Британии уничтожением инфраструктуры, хоть Тихому океану осушением, а звездную систему Альфа Центавера Титан вообще может в любой момент порвать, как тузик-грелку. Правда, потом приходят добрые люди в белых халатах, дают ему таблетку, и он засыпает. И уже в спокойной атмосфере менее яркие персонажи дают четкий ответ на вопрос, так чем мы можем ответить? И когда? И где? Ежели официальная Москва относится к применению этого вооружения, если оно появится на Украине, как к применению грязной ядерной бомбы, наше действие, мы тогда наносим удар и по кому, почему и чем? На мой взгляд. Если это еще раз, мы трактуем как применение грязной ядерной бомбы. Опять-таки, на Западе в качестве контраргумента нам могут сказать, что применить этих снарядов не является грязной ядерной бомбой. Опять-таки, нам это могут сказать. Ну, они сказали, но мы-то так считаем, наши действия. Наши действия, опять-таки, с моей точки зрения, вовсе не обязательно переходить к нанесению массированного ракетно-ядерного удара, а все-таки добиваться успеха на полях сражений обычными средствами поражения. Ну вот, смотрите, пляшивый гремлин вроде бы придумал. Сказал, что разместит под окнами у агента Чипса тактическое ядерное оружие. Может быть, даже в июле. Ну или не в июле. Ну или не разместит. Тут так много разных факторов может повлиять. И главный фактор недавно приезжал в Москву. Ой-ой-ой, а чего ж мы так дергаемся? А чего ручонки наши загребущие так нервно пальчиком по столу возюкают? А, друг же приехал сердешный, товарищ по диктаторскому лагерю, брат практически единоутробный, такой родной, такой успешный. Вот прям как приезд богатого родственника к бедным. Вот те прям и дом вымывают, и самые лучшие ковры с чердака достают, и окна моют, и хрусталь в серванте протирают, и нервничают, конечно же. За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. И мы даже немножко вам завидуем. Вот точно, согласитесь, всю семью в лучшие одежды одевают. Всем кагалам навстречу выходят и танцуют вокруг богатого гостя. А хотя нет, нет. Какой это брат? Это не родственник, это шеф приехал. Вот когда шеф соизволил в виде расположения за хорошо выполненную работу своим визитом подчиненного примировать. Ведь все то же самое происходит, только акценты несколько иные. Потому что вся семья понимает, как этот визит пройдет, так мы все и кушать будем в течение ближайшего времени. Понравится шефу прием, будем кушать хлебушек с маслом. А то, что богатый гость при этом на дочь несовершеннолетнюю засматривается, так это ничего. Ты, дочь, юбочку-то повыше задери и пуговки на блузке расстегни. Вдруг этот гость не только папке благоволить будет, не только лес и прочие ресурсы бесконтрольные вывозить будет, но и в проект «Севморпути» войдет. Вот счастье-то будет, если китайцы под себя не только Дальний Восток, но и Крайний Север положат. Потому папка и нервничал так. Ну и конечно, все пропагандистские силы были брошены на освещение и обсуждение этого судьбоносного для России визита. В том смысле, сколько еще великий император Китая позволит ей существовать? К нам приехал, к нам приехал Сидзинь Пиннич, дорогой! К нам приехал наш любимый Сергей Сергеевич, дорогой! А ведь мог и не доехать. Вон какие силы могучие пытались пандусика нашего на пути в Россиюшку остановить. Вот этот вот, с позволения сказать, вердикт. Вот этой вот шарашкиной конторы специально в пятницу накануне для того, чтобы либо предотвратить, либо максимально ослабить визит председателя Китайской Народной Республики. Ну что ж, он получил достойный ответ. Председатель Синь Цзинь Пин – это человек слишком крупный для того, чтобы отвечать на то, что там решила горстка гагских городских сумасшедших. Чудо-то чудное! Это для вас приезд си, как сошествие божества на землю в Саратове. А для Международного криминального суда это даже не событие. Мельницы международного правосудия мелют медленно и неутомимо. И не зависят ни от чего, кроме закона. Как, кстати, еще многое в мире. Например, реакция действительно сильных игроков, которая была, мягко говоря, несколько иной, чем вам привиделась. В Вашингтоне, естественно, паника. Первый камень – фундамент нового мирового порядка. Попрошен два сильнейших государства континента объединяются против мирового гегемона. О, да, да, я своими глазами видел, как Байден в панике бегал вокруг Белого дома. Кстати, как там? Два сильнейших государства континента? Ой, как сейчас вот обидно было Индии. Они же тоже вроде бы как вашими союзниками были. Или уже нет? А что произошло? Ну и про два сильнейших. Тоже, мягко говоря, переборчик. Один сильный, да. А вот второй – в чем силы, брат? Правды нет. Весь мир это видит. Силы тоже. Ваша сила вон под угледаром догорает, да под бахмутом гниет. Я уже не говорю о других освобожденных областях Украины. И вы это тоже знаете. Знаете, что силы у вас нет. Есть только ресурсы. Да и те уже силой не являются. Силой ваши ресурсы были, когда вся Европа на углеводородной игле сидела. А то, что Индия и Китай теперь ваши газ-батюшку и нефть-матушку за копейки забирают, в этом силы нет. Это их выгода, не ваша. И выгода немалая. Спасибо, дорогой друг Владимир. Ты это. Береги себя. Между главами государств состоялся очень душевный диалог, от которого у западных партнеров, ну то есть у наших врагов, что называется, стынет кровь вживо. Сейчас, дорогой Владимир, идут перемены, которых не было в течение столет, а мы вместе двигаем эти перемены. Берегите себя, пожалуйста, мой дорогой друг. Заявил Си Цзенпин на прощание. Путин. Конечно, береги. Очень сильно береги себя, друг. Кто же еще сможет так мастерски довести богатейшую страну до такого внутреннего состояния и такого внешнего положения, что все нужные ресурсы, можно сказать, как в сказке, сами в рот поднебесный текут, на шару. Аттракцион невиданной щедрости от путинской невиданной глупости. Вот здесь напрямую срочно приезжайте, чтобы встретиться с вашим визави, говорит о том, что уровень экономических взаимоотношений переходит на совершенно другое. Невиданное раньше взаимодействие. А, ну точно. А еще невиданное экономическое взаимодействие. Тут не соврали. До сих пор невиданное в истории России и Китая. Тут ведь, смотрите, разное было в их истории. Было, когда Российская империя вместе с прочими империями искала, как бы че у Китая вкусненького отхватить. Потом старший советский брат младшего китайского то поучал, то обнимал, то воспитывал, но всегда помогал и оружием, и советниками. Китайские летчики Ван Юшин, Ли Си Цин и Гу Бен Ко. На Мигах-17, говорят, американские самолеты над Вьетнамом сбивали. А сейчас что? А какой мир вам вообще больше подходит? Вот такой вариант многополярного мира, когда есть равноправные, нормальные взаимоотношения, взаимовыгодные между странами, или взаимоотношения США и их слух, сателлитов? Срочно этого стендапера в Камеди Клаб! Равноправные отношения! Ну да, ну да. Раньше они были равноправными в российскую сторону. А теперь как-то все равноправие в китайский кошелек идет. Россия переводит расчеты в юань. Россия просит у Китая оружие. Россия молит Китай достроить газопровод. Россия приглашает Китай поучаствовать в Северном морском пути. Равноправие оно такое. Нет, будущие жители северной провинции Китая. Равноправие это когда торговые связи взаимовыгодные. Это когда товарооборот 690 миллиардов долларов. Это когда если США импорт из Китая перекроет, Китай сразу сотни миллиардов долларов теряет. Равноправие это когда американские ценные бумаги в Китае, а китайские корпоративные долги в западных банках. Поэтому ничего такого. Вот что показал год специальной военной операции, что 10 пакетов санкций европейских, сотни американских санкций привели к тому, что их экономика стала гораздо более уязвимой, а не наша. И китайцы именно на это смотрят. Мы вчера об этом говорили. Именно это внимательно изучают. И хорошо понятно, что если сейчас Америка это тронет, это, во-первых, приведет к окончательному краху доллара, как мировой резервной валюты. Потому что разрыв торговых отношений с Китаем, ну это колоссальный удар по товарообороту. Не будет. А будут они осторожно. Так, чтобы не повредить ни себе, ни всему миру искать общие точки и приходить к общему знаменателю. Потому что весь мир уже давно понял, сила в торговле, а не в бряться не оружием, сила в деньгах. Поэтому тот же ваш любимый Китай всегда использовал мягкую силу, силу денег для достижения своих целей. И они не фантазируют влажно, представляя себе империю от Лиссабона до находки. В результате прав Рудольфович, прав Курилко. Теперь новая концепция на столе. Что от концепции от Лиссабона до Владивостока, мы переходим на концепцию от Калининграда до Гонконга. Ну или там до Шанхая, как больше нравится. Ну, в принципе, да. Наверное. А я бы и от Лиссабона не отказывался. Только вот имя у этой концепции – китайский мир, а не русский. В принципе, привычная для русских роль. Когда-то давно русским князьям Золотая Орда по Эдзу направление выдавала. А теперь запретный город будет выдавать, выписывать. По сути дела, те же яйца, только китайские. И в таком деле главное правильно понимать, что хозяин сказал. Мы не потеряли никаких акцентов. Но ведь на нашей же территории идут сейчас боевые действия. На территории Российской Федерации. В наших новых регионах. То есть это же вопрос идет уже о нашей территориальной целостности. По-моему, Запад не понял, что сказал товарищ Сидимпин. Тут вот какая петрушка. Когда говорит шеф, надо слышать, что он имеет в виду, а не то, что тебе хочется услышать. Даже если тебе очень надо для своих холопов приятную версию озвучить. Потому что потом больно будет, когда китайский хозяин перевод прочтет. Си в своем списке «За все хорошее против всего плохого» говорил об уважении к международным законам. А они, международные законы, ваше воровство территории не признают. Вообще китайские предложения пока несколько расплывчаты. Это ирония была, если что. И все будет решаться на самом деле на поле боя в Украине. А тут пока как-то не выходит у Данилы Мастера каменный цветок. Но давайте не будем забывать, никогда не будем забывать, что мы воюем сейчас всем советским наследством. Все это время мы снаряды брали со складов. Я их своими глазами видел. То есть у нас еще как бы новые продукции пока не используют. Нет, есть в 21-м году. В 23-м году видел снаряды. Но они производятся на восстановление. Они с колес идут на фронт. У нас фундамент по-прежнему это наши гигантские запасы для войны со всем блоком НАТО. Я их видел своими глазами. А там же ж на складах все как всегда в России было. Тут читаем, тут не читаем, тут рыбу заворачиваем, тут по документам снаряды, а на самом деле зеленый горошек в банках. Тут крысы сожрали тысячу тонн снарядов. А куда вот этот склад со 152-м калибром делся? Я понятия не... Слушайте, вот только вчера был здесь, а? А производство в еще более аховом состоянии. Поэтому больше чем деньги России нужна была встреча Шойгу с Ли Шанфу. Песков только что заявил, что ему неизвестно, будет ли встречаться министр обороны России, будет ли встречаться он с министром обороны Китая. Переадресовал этот вопрос в Министерство обороны Российской Федерации. Вот черт, сорвался жирный карась. Не было встречи. Вот все старания на смарку. Шойгу самую красивую форму одел, надушился, медали за взятие фанерного рейхстага начистил, бубен шаманский салом нерпы натер. А все на смарку. Не повелся, дорогой гость. Самое главное, пролюбили. Так что теперь все, что остается, это брать пример скима и снова теребить красную фасолинку, в смысле кнопку. Я напомню, что все наезды на Пхеньян, все претензии к нему заканчиваются в тот момент, когда Ким Чен Ын говорит, у меня есть кнопка, и я не побоюсь ее нажать. И вот этот момент мы должны понимать, что он ставит определенный рубикон, через который вот эти новые римляне пройти не могут, потому что они прекрасно понимают, что прилетит и к ним. Ага, каким? Младший брат грозить миру, когда старший брат сказать, старший брат давать рис, кушать, ням-ням. Равноправные отношения, как они есть. И так и будет, пока украинские воины делают свою тяжелую работу. А так как с ВСУ вторичная армия мира ничего сделать не может, приходится опять на китайского господина рассчитывать. Сизипина любят в Москве и уважают в Киеве. Другого такого политика нет. И возможно, именно он позвонит Зеленскому и скажет, Владимир, сдавайся, да, то есть принимай реальность таковой, какая она есть, и те территории, которые теперь... А, Владимир, подождите, пожалуйста, ну... Ребят, тут есть такое несоответствие. Это у вас принято, если уважаемый кто-то звонит сразу в лепешку расшибаться. У нас все совсем иначе. Уважаемый ты или не очень, мы сначала о себе думаем. О том, что нам нужно, чего мы хотим. Это свобода называется, вам не понять. Поэтому в вашем уродливом мире все выглядит вот так. Значит, когда появился китайский мирный план, в Киеве какая была реакция? Фу, что это за бумажка? Там у нас кроме одного пункта ничего не устраивает. Унесите эту вашу китайскую грамоту. А сейчас все такие сидят и заколдовывают телефонный аппарат. Когда же он позвонит-то? Ну, что ты не звонишь? Гудок есть? Да, вроде телефон. Что поменялось-то? Это значит, что с той стороны им сказали, слушайте, послушайте, китайского товарища, он может дело вам скажет. Или как? Или не так. Во-первых, Украина, получив китайские предложения, сразу сказала, что их надо изучить, а не кричала или что-то там себе в своей спальне нафантазировала. А во-вторых, никто над телефоном не сидит. Мы тут своими делами занимаемся. Инфраструктуру после ваших ударов восстанавливаем, резерв готовим, чтобы бойцов на линии фронта сменить, силы для контратаки собираем. Боевые самолеты западные присматриваем, выбираем, чем лучше будет ваших летающих чмонь приземлять, ну, чтобы еще больше сообщений в стиле «вечного полета, братьях» было. Короче говоря, много у нас дел всяких. Позвонят из Пекина? Хорошо, поговорим. Не позвонят? Ребят, у нас дел не в проворот. Нам наших людей на оккупированных территориях освобождать надо. И людей в администрацию Севастополя подбирать, достойных. Потому что, так как сейчас история движется, они нам понадобятся. Мы люди приземленные. Мы фантазиями питаться не привыкли. Не то, что вы. Мы люди конкретные. Есть что предложить? Говори. Китаю нечего дать Украине. Нет аргументов у Китая заставить Украину изменить свою подготовку. Да, да, ребят, да, именно так. Разговоры обо всем хорошем против всего плохого закончились 24 февраля 2022 года. Вот ровно с 4 часов утра. Конкретно предлагайте, будем обсуждать. Не такси, а патроны. Не обещания, а конкретная помощь. Наши союзники это очень хорошо знают. И разговоры у нас с союзниками очень предметные. Да, да, нет, нет. Нет у нас времени на полутона и намеки. Мы этого от собеседников ждем. И сами себя так ведем. Причем со всеми. Украина четко донесла до Китая позицию. Что если Китай признает фермеральную целостность Украины, то тогда проблем нет. Переговоры можно начать. Этого не произойдет. Поэтому все будет продолжаться. Война только будет сейчас активизирована. А вы реально, как бы представьте, Украина прям донесла до Китая. Да, Украина донесла. Топнула ногой и Пекин сказал, ну ладно, раз Украина не хочет. Ваша основная проблема по жизни, наши дорогие лаптиногие соседи, что вы всех своим аршином меряете. Это у вас принято при важном звонке по струнке смирно сразу же вставать и вид придурковатый принимать, чтобы начальство не смущать. Вы, может, не заметили, но у нас с Западом, даже не партнерские, у нас уже союзнические отношения. Объем и военной, и экономической, и гуманитарной помощи уже давно перевел партнерство в союзничество. И причина этому – вы. У нас итоги каждого визита, каждого лидера можно и на хлеб намазать, и в сеть подключить, и в ствол зарядить. Эти итоги потом нас освещают, греют и кормят, а вас убивают. А что у вас с итогами визита Ши Хуанди? Единственное, что меня интересует – это шаги в решении украинского вопроса прекращения войны и, соответственно, снятия санкций. Ничего этого не просматривается. Фактически стороны продемонстрировали взаимное уважение. Перефразируя народную фразу, я могу сказать – уважение на бутерброд не намажешь. Очень, очень жаль. Боже, чем мы можем помочь? В ситуации, когда ваш единственный сильный сосед и стратегический партнер вас стратегически возлюбил, ему понравилось, и он собирается это делать в дальнейшем. Не, ребят, никто не спорит. Все было красиво, с цветами, конфетами и нежными словами. Вон, даже согласились вам бусы, цветное стекло и прочий колониальный товар дальше поставлять. Пока. Ну, давайте возьмем официальные документы, нам станет понятна позиция Китая. Китай ничего не говорит на эту тему, Россия тоже ничего не говорит. Но читаем совместное заявление. Китай и Россия выступают против односторонних санкций, которые не введены Советом Безопасности ООН. Ну, мне кажется, все понятно. То есть вы там что-то ввели, мы соблюдать это не собираемся. Вот только старая истина из жизни студенческих общежитий верна и в мировой политике. Обещать не значит жениться. Как-то вдруг крупнейшая логистическая компания Китая, ООСЛ Логистик, перестала отгружать в Россию товары, купленные в интернете, ссылаясь на санкции. Сюрприз! Как говорил великий филолог 20 века Черномырдин, никогда такого не было и вот опять. Как же так произошло? Ведь, дорогой же друг, ведь береги себя. Точно! Это Путлер должен беречь себя. А остальных россиян это не касается. И вот в этот момент у всех россиян должен возникнуть вопрос, которым задался Рудольфович. Мы же про Китай там что-то понимаем, а мы про себя что-то понимаем. Мы о чем? Чтобы быть надежным партнером, в том числе и Китая, мы должны многое про себя понять. Вот это вот про то, что Россия понимает Китай, не слушайте. Это бред. Доказано ООСЛ Логистик. Но, я подскажу. Вы о сырье по дешевке. Вы о том, кто гавкает по команде. Вы о том, чтобы зарабатывать на вас, нищих и бесправных. Вот о чем вы. Ну, по крайней мере, сейчас и с китайской точки зрения. И это пока. Пока линия фронта там, где она сейчас. Но ведь все может измениться. Правда? Ольга. Генерал, по тревогу зритель напомнит, что в СССР долго на Золево-Навязчиво анонсировали Харьковскую область. Там все у них получилось. Херсон анонсировали. Там тоже, мы знаем, сейчас нет армии нашей страны. Херсон у них не получился. Потому что в Херсоне войска крайне организованно ушли по приказу старшего начальника. По сути, без боя, не потеряв ни техники, ни личного состава. Я к тому, что к их анонсам надо прислушиваться. Я только об этом. А то, что мы ушли организованно, так себе достичь. Есть аналитики, но мы точно не должны впадать в панику и еще не рассказывать об этом нашу страну. Ага, без потерь. А те, кто под высокопольем подох, под Давыдовым бродом лежит, это не в счет. Это с точки зрения депутата Госдумы. Генерал-лейтенанта Гурулева и не солдаты были. Так чепуха какая-то, о которой вспоминать не стоит. Если Гурулева слушать, все прекрасно на фронте. Путинский план в действии. Правда, сомнения возникают даже у Ольги Сливного-Бачка. Тем более, когда президент Украины приезжает под Бахмут. То в итоге в Бахмуте, в украинских интернетах, я уверена, вы видели эти кадры, сообщают, что Зеленский съездил. И якобы проехал по той самой дороге, как к ней не относись, дороги смерти, которую полностью контролируют российские артиллеристы. Ну то есть не контролируют или Зеленский не съездил? Как там дела? При подготовке прямого эфира я подчеркивал, что я не знаю ситуацию в Артемовске. Ну вот, коль вы спрашиваете, ну что-то происходит, я не знаю. Там источники же разные бывают. Мы не можем питаться тем, что написано в Телеграме или в сводках каких-то. Мы репортеры, мы обычно все, то, что видим своими глазами, мы вам рассказываем. Туда, но пока здесь у нас в Маринке очень интенсивные события идут, и вокруг Авдеевки, поэтому работаю вот так вот здесь вот, в этом направлении. Ну блин, ну что ты пристала к Александру Валерьевичу, умудренному военкору, который не успел до эфира натянуть сову на глобус и придумать отмазон? Ну не может он ничего сказать. Не может он признать, что президент Украины приезжает прямо напередок, днем, встречается с воинами, которые Бахмут держат. Не ночью, так, чтобы его никто не увидел, и он ничего не увидел. Не с животными какими-то общается, без роду, без племени, готовыми за квартиру, построенную на костях твоих соседей, забыть про все. А с воинами, с героями, которые ради свободы своей страны стоят в аду, нерушимой стеной, чтобы черти дальше не могли прекрасную землю в ад превращать. Героями, которые теряют побратимов, теряют здоровье, но стоят. И будут стоять. А потом пойдут вперед. Потому что есть у нас дело. Нам наших надо освобождать. Наших. Которые на оккупированных территориях. Которые дни и месяцы считают и ждут. Ждут своих. Родных. Украинских. И обязательно дождутся. Огонь!